Далее вы увидите... Запад погряз во лжи. Как наследники палачей пытаются переписать мировую историю. Чтобы уничтожить авторитет России в мире, необходимо для американцев поменять плюсы на минусы, показать, что именно они победили в Второй мировой войне. И всячески замолчать роль Советского Союза. Почему при появлении НЛО у военных отказывает техника? И каков порядок действий при встрече с непознанным? Ты тоже не знаешь, что у них, как говорится, в голове, есть у них голова или нет. Странные галлюцинации. Почему космонавты видят будущее? Когда космонавты выходят за пределы влияния астрала Земли, попадают в невесомость. У них открываются возможности видения так называемым третьим глазом. Сегодня человечество в который раз пытается заново ответить на вопрос. Кто мы есть? Ищет способ, как в современном мире, где все одинаковое, кино, одежда, продукты, определить, кто свой, а кто чужой. Поэтому и возникают простые маркеры, облегчающие самоидентификацию. Например, отношение к сексуальным меньшинствам. Ты за или против? Если за, значит наш. Или, например, отношение к свободе. Не к той свободе, о которой мы читали в советских книжках. Равенство, братство, смерть оккупантов. Нет, к другой. Например, к свободе употребления легких наркотиков. Или там к свободе на эвтаназию. И вот недавно появился еще один маркер. Отношение к фашизму. И мы уже слышим еще недавно совершенно невозможное. Тебе уже весело, когда ты видишь, как вскидывают руку в фашистском приветствии? Ты готов обсуждать, что хуже, коммунизм или фашизм? Ты задумался над тем, что фашисты тоже были за родину? Тогда иди к нам. Вот что происходит сейчас в современном мире. И это по-настоящему страшно. Посмотрите, это одна из центральных улиц Киева. Проспект Ватутина. Названный в честь героя Советского Союза генерала Николая Ватутина. В начале июня киевские власти проспект переименовали. Теперь он носит имя одного из лидеров, запрещенной в России украинской повстанческой армии, Романа Шухевича. На этом власти незалежные не остановились. На днях в административном кодексе Украины появилась новая статья. Изготовление и пропаганда георгиевской ленты. Теперь любой, кто выйдет на улицу с памятной лентой, рискует получить штраф или загреметь в тюрьму. А вот что заявил спикер Верховной Рады Украины Андрей Порубий. Георгиевские ленты сегодня носят только враги незалежной. Кто ежедневно стреляет в наших воинов, кто убивает мирных людей и те, кто ненавидит Украину. Но настоящая истерика с украинскими властями случилась после недавней встречи президентов России и Франции, на которой Владимир Путин упомянул великую княжну Анну Ярославну. С поездки царя Петра во Францию не началась история российско-французских отношений. Она имеет гораздо более глубокие корни. Вы знаете, просвещенная французская публика знает о русской Анне, королеве Франции, будучи основательницей одной из основательниц двух, как минимум двух европейских династий, Бурбонов и Эвлуа. В России этому высказыванию президента не придали большого значения. Однако на Украине поднялась новая волна русофобии. Вот что написал на своей странице в Фейсбуке знаменитый глава администрации президента Украины Дмитрий Шимкев. Мои дорогие французские друзья, президент России Путин пытался ввести вас в заблуждение сегодня. Анна Киевская, королева Франции, из Киева, а не из Москвы. В то время Москвы даже не существовало. А вот заявление посла Украины в США Валерия Чалова. Когда Владимир Путин говорит от имени России о нашем князе Ярославе и его младшей дочери Анне, королеве Франции, то не только пытается посягнуть на наши украинские глубокие исторические европейские корни и приписать себе, но и достичь других целей. Несколько дней, вместо того, чтобы думать о будущем страны в Верховной Раде, не утихали споры о том, как посмели русские посягнуть на их украинскую Анну Ярославну. В этом вопросе разобрались историки. Вот мнение Владимира Рычка, доктора исторических наук из Института истории Украины. Ни Анна Ярославна, ни ее отец Ярослав никогда не считали себя ни россиянами, ни украинцами, ни белорусами, ни шведами. Понятие этничности в те времена отсутствовало. Очевидно, что российский президент знает историю гораздо лучше украинских политиков. Эксперты убеждены, в Киеве намеренно нагнетают ситуацию и раскалывают общество. Вспомнить хотя бы, что творилось на улицах украинских городов 9 мая. Посмотрите, такой беспредел творился в День Победы на Украине. Местные радикалы попытались сорвать проведение акции «Бессмертный полк» по всей стране. Это Киев. Тысячи людей вышли на улицы столицы, чтобы почтить память своих погибших родственников. Однако националисты закидали их дымовыми шашками и бутылками. Рука! Рука! При этом доблестная киевская полиция, дабы не мешать националистам, блокировала вход в здание, из которого в мирных людей летели опасные предметы. Но этого вандалам оказалось мало. И они попытались перекрыть движение «Бессмертного полка» на пути в Парк Вечной Славы. Но когда люди все-таки прошли к памятнику, бандеровцы спровоцировали массовую драку. Только после этого киевская полиция вмешалась в конфликт. Эту безобидную старушку националисты буквально взяли в плотное кольцо оцепления. Женщина, приколов к дощечке фотографию своего погибшего в войну отца, в одиночку отбивалась от нападок боевиков. Спасибо Порошенко! Порошенко, Горосману спасибо за то, что над нами издеваются! А эти кадры из Запорожья. Там активисты и ветераны АТО преградили путь тем, кто 9 мая вышел на Центральную площадь, исполнял советские песни и держал в руках советскую символику. В итоге возникла серьезная давка, и полицейские еле сдержали два лагеря. Но и это еще не все. Дошло до того, что в Днепропетровской области вандалы разрезали на части бронзовый памятник неизвестному офицеру. Погрузили его на автомобиль и попытались сдать на металлолом. А ведь этот монумент был установлен в том месте, где в феврале 1943 года фашисты согнали в школу стариков, женщин и детей, облили ее бензином и подожгли. В той страшной трагедии заживо сгорели 682 человека. Но, похоже, у современных украинцев большие проблемы с исторической памятью. Иначе чем еще можно объяснить вот эти кадры? Посмотрите, в Тернополе украинские вандалы разрисовали свастикой памятник жертвам Холокоста. Дикарей, сделавших это, не смутило, что монумент был установлен в память о 100 тысячах евреев, которых в годы войны в Тернополе расстреляли нацисты при помощи так называемой украинской вспомогательной полиции. Причем атаки вандалов на памятники советским воинам постоянно ведутся и в цивилизованной Европе. Посмотрите, вот так недавно польские борцы с памятниками осквернили мемориальное кладбище советских воинов в Варшаве. Это захоронение считается крупнейшим в стране. Там покоятся больше 20 тысяч солдат и офицеров, которые погибли при освобождении Польши от фашистских захватчиков. Неизвестные нарисовали на ступенях главного обелиска свастику и отпечатки стоп красного цвета на фоне государственного флага Израиля. Добрались вандалы и до легендарного памятника Алеша в болгарском городе Пловде. На монументе появились нацистские символы, а на подножии поверх надписи «Слава непобедимой советской армии освободительницы» неофашисты написали «Болгария превыше всего». «Стоит над горою Алеша, 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 стоит над горою Алеша, болгарий русский солдат». Самое удивительное, что все это делается с молчаливого согласия властей Болгарии. В начале 90-х годов Алешу и вовсе хотели снести, ориентируясь на западные ценности. Но простые люди, чьи отцы и деды воевали с фашизмом, не дали этого сделать. К тому же памятник Алеша давно стал настоящим символом города Пловде. Но, похоже, история повторяется. Вот что говорят сами жители. Мое мнение, что будет вообще с советскими памятниками в будущем, как и в Болгарии и в других странах Восточной Европы. Ну, конечно же, их постепенно всех снесут, хотим мы этого или нет, как бы, да. И на это повлиять Россия фактически не может. Сегодня эксперты с сожалению вынуждены признать, своими действиями власти стран Восточной Европы пытаются переписать историю, тиражируя миф о советской оккупации. Русофобия для них стала официальной политикой. Посмотрите, эти ветераны-фронтовики освобождали мир от гитлеровского фашизма. 9 мая для них святой праздник. День победы, как он был от нас далек, как в костре по тушам таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Но сегодня в некоторых бывших советских республиках не только оскверняют память о павших воинах-освободителях, но даже запрещают отмечать День Победы. Более того, история освобождения мира от нацизма в некоторых странах уже сегодня звучит по-новому. Например, на Украине после госпереворота новая власть решила, что для их страны не было никакой Великой Отечественной войны, а была лишь Вторая мировая. Да и сам праздник 9 мая там теперь называется Днем Победы над нацизмом во Второй мировой войне. Причем слово «победы» отныне вели написать исключительно с маленькой буквы. Но киевская власть пошла еще дальше. Со следующего года депутаты Верховной Рады хотят вовсе запретить праздновать День Победы на Украине. Якобы украинцы должны отмечать только те события, которые были важными для их государства. Это День Незалежности и День Конституции. А о всяких праздниках, которые достались в наследство от советского прошлого, украинские нардепы предлагают забыть. Представьте, каково это слышать ветеранам, которые шли на смерть, защищая Родину. Мы никогда в бою на фронте не делили. Русский, украинец, башкир, кто-то татарин, никто никого-то не помогали. У нас был один общий враг фашизма. Один. А в бою мы друг друга вроде закрывали. Украинцы, русские, русские, украинцы. Не было у нас деления по национальности. Моразм торжествует сегодня не только на Украине, но и в Прибалтике. Например, в Литве давно не проводится никаких парадов в честь победы над фашистами, если не считать, конечно, факельных шествий ветеранов СС, когда-то воевавших на стороне Гитлера. А вот в Эстонии и Латвии военный парад и вовсе проходит в День Независимости этих стран. Причем от так называемых советских оккупантов. А на днях в Риге общество поддержки национальных солдат запланировало 9 мая протестную акцию против проведения мероприятий в честь Дня Победы. По словам организаторов, цель пикета — напомнить обществу о ходе Второй мировой войны на территории Латвии и о причиненном латвийскому государству вреде в результате советской оккупации. Как говорится, без комментариев. А некоторые латышские правители, если и вспоминают о Дне Победы, то исключительно для пиара и саморекламы. Взгляните, это мэр Риги Нил Ушаков. В прошлом году, во время своего выступления 9 мая, он заявил, что День Победы — это не российский и даже не советский, а латвийский праздник. Когда 200 тысяч человек, граждан Латвии, патриотов нашей страны принимают участие в праздновании 9 мая, Дня Победы 9 мая, это значит, что это не российский и не советский праздник, это латвийский праздник. Я поздравляю вас с латвийским праздником, с Великим Днем Победы. Посмотрите, вот так 17 января 1945 года бойцы Красной Армии и солдаты войска польского вместе освободили от фашистов Варшаву. С тех пор прошло 72 года. Сегодня польский истеблишмент усердно доказывает, что никакого освобождения Польши советской армии не было. Более того, политики польского государства теперь заявляют, что это была советская оккупация. Сегодня у Польши новый большой брат США и новый агрессор России. Поляки уже несколько лет не празднуют победу над фашизмом в один день с русскими. От героев былых времен не осталось порой имен. «Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой». Это кажется невероятным. Но современное поколение европейцев и американцев даже не знает, какая страна победила фашизм. И чей в действительности флаг был поднят над Рейхстагом. Более того, они уверены, что Советский Союз лишь помогал Америке уничтожать Гитлер. Сознание американского обывателя Красная Армия лишь помогала западным союзникам, а то и вовсе воевала на стороне Гитлера. Вот как простые американцы на улицах отвечали на вопрос, кто освободил Берлин от фашизма в конце Второй мировой войны. Американцы. Америка. Франция. Россия. Европейцы. Соединенные Штаты. Не Италия. Повтори вопрос еще раз. Кто освободил Берлин от фашизма в конце Второй мировой войны? Соединенные Штаты. Выходит, что США спасли и советский народ от Гитлера. Неудивительно, что некоторые молодые европейцы и вовсе искренне считают, что Советский Союз сам напал на Германию. А японская молодежь, не стесняясь, говорит, что ядерные бомбы на Хиросиму и на Гасаки сбросили вовсе не американские, а советские самолеты. Эксперты говорят, что такое передергивание итогов Второй мировой сложилось благодаря особому преподаванию истории на Западе, антироссийской пропаганде и Голливуду. Фильмы которого специально возвеличивали подвиги армии США и принижали героизм советских солдат. Громадный авторитет Советского Союза в мире базировался на победе над фашизмом, в том, что именно Советский Союз в нем самый большой вклад в уничтожение фашизма. И чтобы уничтожить этот авторитет, чтобы уничтожить авторитет России в мире, необходимо для американцев поменять плюсы на минусы, показать, что именно они победили в Второй мировой войне и всячески замолчать роль Советского Союза. Делается эта система единого госэкзамена, тестов и так далее. То есть максимально сначала расчищается площадка. То есть создается целое поколение, которое ничего не знает по истории, которое учит историю по рядовому Райану или бесславным ублюдкам. Излюбленный сюжет голливудских псевдоисторических блокбастеров про Вторую мировую войну показывает, как бравые американские вояки гнали немцев через всю Атлантику и Европу и практически в одиночку разгромили гитлеровскую Германию. Но на самом деле, хваленая американская армия была не способна дать отпор даже такой крошечной стране, как Япония. И доказательство тому. Разгром 7 декабря 1941 года крупнейшей американской базы ВМС Пёрл-Харбор. После бомбардировок Америкой завладел страх. Президент США Франклин Рузвельт назвал 7 декабря 1941 года днем, который войдет в историю как символ позора. На протяжении всей войны над американцами давлела идея мести за Бёрл-Харбор. Но в США прекрасно понимали, что с таким врагом в одиночку им не справиться. Тогда американцы стали убедительно просить, чтобы Советский Союз помог им и вступил в войну с Японией. Об этом не понаслышке знает вот этот человек. Генерал армии, герой Советского Союза, а ныне президент Академии военных наук Махмуд Гореев. В 1945 году, будучи майором, он воевал в Маньчжурии против японской армии. Американцы еще после нападения японцев на Пёрл-Харбор в декабре 1941 года, они уже обращались с просьбой к Сталину, чтобы Советский Союз выступил против Японии. И помог союзникам разгромить Японию. Тогда Сталин сказал, что мы несем основные тяжести в войне с Германией. Мы сейчас не можем, позже мы посмотрим. На Тегеранской конференции они этот вопрос снова поднимали. Ответ был примерно таким же. Потом на Ялтинской конференции Сталин там сказал в узком кругу, что войну с Японией мы вступим через 2-3 месяца после окончания войны с Германией. Ну вот, 9 мая война с Германией кончилась. Ровно через 3 месяца Советский Союз вступил в войну против Японии и Японии. И действительно, ровно через 3 месяца после того, как Советский Союз разгромил Третий Рейх, 8 августа 1945 года СССР объявил войну Японии. Красная армия в короткие сроки разгромила японскую Квантунскую армию. Преимущество дало скрытое наступление войск без лишнего шума, без артиллерийской и авиационной подготовки. Уже через неделю, 15 августа, император Хирохита выступил с сообщением по радио, в котором сообщил, что Япония принимает условия Потсдамской конференции. Советские солдаты фактически спасли сотни тысяч жизней американских и британских солдат, которые, по большому счету, и воевать-то не умели. Они не воевали, как слюб. У них было большое правосходство вояции. Они никуда не продвигались, пока все не разбомбят. Они, по сути, настоящей войны в том виде, как видели мы, им не досталось это. Но в США все равно считают, что Советский Союз лишь слегка помог американцам во Второй мировой войне. И эту откровенную ложь не устают повторять даже на высшем политическом уровне. Посмотрите, бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что Вторую мировую выиграл не Советский Союз, а союзники. И сегодня НАТО точно так же защитит Европу от нападков агрессивной России. США не провокатор конфликтов, а, несомненно, та страна, которая их решает. Именно Америка победила фашизм и коммунизм. И все потому, что эта нация является приверженцами к постоянному обновлению и защите глобального порядка. По мнению экспертов, сегодня западные идеологи не просто переписывают историю Второй мировой войны. Они стремятся вытравить из сознания народов, когда-то входивших в состав Советского Союза, даже понятие «Великая Отечественная война». За 25 лет незалежности на Украине тщательно промыли мозги потомкам бойцов Красной Армии, чьи деды и прадеды освобождали города-герои Киев, Харьков, Одессу от коричневой чумы. За все время, сколько был на фронте, нас ни разу не снимали на отдых. Вот мы, если мы проучаствовали в какой-то операции, потеряли людей, нас снимают, отправляют на другую. Но по пути, вот то, что мы освобождаем, вот уже занятые немцами область, вот особенно на Украине это было, да, за нами идут полевые военкоматы, подбирают ребят, которые остались еще в 41-м году, но уже призывного возраста они уже к 43-му году были, да, их призывают и бросают к нам. Но украинские националисты не хотят знать правдивую историю. Дошло до того, что они стали нападать на ветеранов. Посмотрите, в прошлом году 91-летнего героя Великой Отечественной войны украинские нацисты облили зеленкой на праздновании Дня Победы в Славянске. При этом хулиганы выкрикивали нацистские лозунги «Слава Украине! Героям слава!». Ну, я была бы зеленкой, берез зеленки был, кофточка зеленки и как раз бордового цвета у меня пиджак. Был тоже побрызган зеленкой. А я не обращая внимания, иду. Ну, дошла, там, где сидят ветераны, все на меня глядят. Я думаю, что они поступили по отношению ветеранов Отечественной войны, которые защищали родину, после войны восстанавливали города, завода. Отрицательно я отношусь к ним. Отрицательно. А это уже Одесса. Посмотрите, во время празднования 73-й годовщины освобождения города от фашизма украинские националисты устроили провокацию. Одесситы собрались на Аллее Славы, чтобы возложить цветы к памятнику неизвестному матросу. Внезапно появилась группа радикалов из правого сектора, которые стали выкрикивать нацистские лозунги и провоцировать собравшихся. Пусть яра благородная сгибает, как волна! Вон из Одессы путинские бесы! Вон из Одессы путинские бесы! Вы только посмотрите, что вытворяют сегодня приверженцы новой украинской идеологии. Во время своего выступления в Киевском доме офицеров один из так называемых «Атошников» с Донбасса со сцены назвал акцию «Бессмертный полк» флешмобом с колорадскими ленточками. После чего к карателю подошел возмущенный ветеран и потребовал объяснений. Я извиняюсь, кто вам дал право называть эти ленточки колорадскими? Эти ленточки, если вы знаете историю... Я вас прошу. Вы не поверите, но недавно депутаты Рады даже утвердили для престарелых пособников Гитлера надбавку к пенсии, как жертвам режима. Тем, кто был сослан, пенсии увеличат на 12,5%. А кто сидел в тюрьмах, получат надбавку в размере 25% к пенсии. Посмотрите, вот один из таких гитлеровских пособников. Ярослав Беспалько. Сегодня председатель районного братства ОУН-УПА. Украинские нардепы пришли к нему домой и поздравили с 90-летием. Подарили букет ромашек и книжку про Миколу Лемика, пособника Бандеры и Шухевича, которого сегодня в Незалежной гордо называют первым украинским террористом. Новая книжка вам. Это про Лемика. Лемика? О, так он был моим братом. Вот и почитайте. А вот ветеранам Великой Отечественной войны украинские власти мало того, что выплачивают копеечные пенсии, так еще и не дают их получить. Так в Донбассе накануне Дня Победы решили выплатить фронтовикам дополнительную денежную помощь, на которую могут рассчитывать даже ветераны, живущие в городах подконтрольных Киеву. Для этого открыли горячую телефонную линию и пункты выплат. Но вот украинские власти стали всячески препятствовать получению такой помощи. Наверное, сильнее декоммунизаторов раздражает только символ самого Киева – статуя Родина-Мать. Посмотрите, высота этой конструкции с постаментом 102 метра. Она входит в десятку самых высоких статуй мира. А на щите Родины-Матери красуется ненавистный украинским националистом огромный герб Советского Союза с серпом, молотом и пятиконечной звездой. И сбить его оттуда мечтают все великие умы незалежной. Правда, как это сделать, украинские чиновники пока не знают. Внук автора скульптуры Василий Бородай предупредил, что если попытаться убрать хоть что-нибудь с памятника, он просто рухнет. Дело в том, что руки статуи держатся на специальном противовесе. Если снимать ту, в которой щит, нарушится баланс другой, что с мечом. Если же демонтировать с руки только щит, который крепится на специальной дуге, это вызовет обрушение всей конструкции. Впрочем, в Раде уже предложили и вовсе снести легендарный монумент. На Украине снос этих памятников будет продолжаться, конечно, какое-то время. Но снос памятников – это снос памяти, в том числе о тех украинских скульпторах, которые эти памятники воздвигали. Недолго думая, украинские борцы с советским прошлым нашли выход. Главный художник Музея истории Украины во Второй мировой войне Анатолий Гайдамака заявил, что рядом с памятником Родина-Мать поставят мемориальный комплекс воинам АТО под названием «Агрессия России». Советский миф о двух братских народах сыграл, по крайней мере, с одним из народов злую шутку. Дело в том, что в Советском Союзе украинский национализм и сепаратизм в течение десятков лет воспринимался исключительно как пережиток царского прошлого, основанного на угнетении трудящихся масс. Вещь, хоть и неприятная для страны, победившего интернационализма, но объяснимая с точки зрения классовой борьбы. Но было, как говорится, и было. И только закрытые архивы ЦК КПСС и КГБ свидетельствовали о небывалых масштабах этого явления уже в советские времена, жестокости и непримиримости ко всему русскому. Историю украинского сепаратизма охраняли как самую большую государственную тайну, понятно почему, чтобы не нарушить советскую идиллию. Поэтому, когда Украина получила независимость, для многих в России стало крайней неожиданностью открытия. Украина, оказывается, нас не любит. И не любит очень давно. Переписывать историю украинским националистам сегодня помогают антироссийски настроенные поляки. Посмотрите, это бывший министр иностранных дел Польши Гжегош Схэтына. На полном серьезе он как-то заявил, что концлагерь Освенцем был освобожден украинскими войсками, и Красная Армия тут вообще ни при чем. Это Украинский фронт. Первый украинский фронт. И украинцы освобождали, потому что там в это время были украинские солдаты, в этот январский день. И они открывали ворота, и они освободили лагерь. Посмотрите, так сегодня выглядят украинские националисты. Они уже не стесняются говорить, что считают себя арийцами, наследниками Гитлера, и открыто используют фашистскую символику. Кстати, ее можно заметить на знаках отличия современной украинской армии и нацгвардии. Наша идеология однозначно не фашистская. Мы стоим на позициях идеологии украинского национализма. При этом западные политики продолжают переписывать историю, очерняя Советский Союз, на фоне которого Третий Рейх, оказывается, был не таким уж плохим. В своей антисоветской риторике русофобы и вовсе дошли до абсурда, заявляя, что это Советский Союз развязал Вторую мировую войну, а то и вовсе приравнивая Сталина к Гитлеру. Если бы даже представить на минуту, что Сталину подобился бы политике Гитлера, то в первую очередь мы бы сейчас просто не с вами не разговаривали ни про Эстонию, ни про Литву, ни про Латвию, потому что этих государств бы просто не существовало, там была проведена система уничтожения этого населения. Дело в том, что политика Гитлера, она была политикой уничтожения наций, полного и безотлагательного геноцида. То есть это уничтожение любых, кто говорит не на том языке, который проповедует фашизм. Более того, спустя 72 года после окончания Великой Отечественной войны, создатель самого кровавого режима Адольф Гитлер стал настоящим брендом. Сегодня фашистский фюрер пользуется огромной популярностью на Западе, а нацизм цветет махровым цветом даже в бывших республиках Советского Союза. Посмотрите, это маленькая немецкая деревушка Ямель. Здесь одна улица, 37 жителей и всего 10 домов, в семи из которых живут неонацистские семьи. В этой коричневой окраине открыто прославляют главного фашиста. На стенах написано аббревиатура HH, сокращение нацистского приветствия Хайль Гитлер. А в середине деревушки некогда даже стоял вот такой указатель, где было указано расстояние до родного города фюрера Браунау в Австрии. Если у неонацистов и есть дом в этой части северо-западной Германии, то он здесь, населенный пункт Ямель. Крошечное сельское идиллическое место. Только несколько десятков человек проживают здесь. Среди них есть те, кто живет обособленно, являясь приверженцами своих идей. Сегодня вещи Гитлера выставляются на аукционах за баснословные деньги. Почти как подлинники картин эпохи Возрождения. Взгляните, этот красный телефон когда-то принадлежал Адольфу Гитлеру. В 1945 году его нашли советские солдаты в бункере немецкого фюрера. А вот недавно аппарат со свастикой и гравировкой Адольф Гитлер был продан на американском аукционе за 243 тысячи долларов. Имя покупателя аппарата, по которому последние два года войны фюрер отдавал приказы, осталось неизвестным. По словам экспертов, такой ажиотажный спрос на личные вещи главарей нацизма можно объяснить растущей популярностью их идей в Европе и США. Фашизм, он жив, он есть. Он, на мой взгляд, развивается. Более того, я убежден, что если в ближайшие годы в течение пяти лет в европейских странах не придут к власти национально ориентированные политические лидеры, политические силы, а там останутся вот эти вот американские марионетки, дегенеративные политики, которые сейчас управляют Европой и будут проводить вот эту вот политику, которую они сейчас проводят, политика открытых дверей для эмиграции и так далее, и так далее. И политика развращения нравственного собственной молодежи. Вот это все в итоге, в итоге приведет к фашизму. Потому что бороться с такими явлениями, как бороться, иного опыта у европейцев нет, кроме как фашизма. Посмотрите, так сегодня выглядит могила Зои Космодемьянской. Той самой девушке-партизана, которая во время битвы под Москвой сумела проникнуть в тыл к фашистам, поджечь несколько домов с конюшнями и вывести из строя их узел связи. Но фашисты сумели выследить Зою. Взбешенные постоянными диверсиями, они попытались узнать у нее, сколько еще партизан действуют в районе деревни. Космодемьянская молчала. Утром 29 ноября 41-го года ее повесили. Партизаны помогали очень много. Русский дух, как говорится, силен. Его невозможно победить. Невозможно. Был союз очень крепкий, сколько национальностей. И вот в канун 75-летия той трагической даты, либеральный карикутурист Андрей Бельжо, находясь в Италии, назвал Зою Космодемьянскую сумасшедшей. Дескать, он лично читал ее дело и видел там диагноз шизофрения. На самом деле, очерняя подвиг девушки, русофоб Бельжо просто попытался выслужиться перед украинской властью. У него был бизнес-интерес. Вы не знаете разве? У него заведение в Киеве, у которого заканчивалась лицензия на алкоголь. Лицензию продлевать не хотели, потому что в Киеве не любят все русское. Они же Бельжо-то ассоциируют-то понятно с чем. А как можно пробить ее? Показать себя русофобом. Тогда ты становишься первым другом для всей украинской политической линии. Что он с блеском и сделал. У Бельжо больше нет никаких проблем с бизнесом. Все. А то, что, извините, он оскорбил миллионы людей, ему глубоко наплевать. Посмотрите, на этих архивных кадрах младший лейтенант Виктор Тололихин. Этому герою Советского Союза было всего 23 года. Летом 41-го года небо Москвы от фашистских бомбардировщиков защищали зенитчики и летчики-истребители. В ночь на 8 августа 41-го года Виктор Тололихин взлетел с полевого аэродрома. Заметив в небе бомбардировщик противника, советский летчик принимает решение атаковать его. Завязался бой. Известно, что Тололихин израсходовал весь боезапас. После чего пошел на таран. Я принял второе решение. Жертвовать собой, но не упустить гада. Даю полностью газ и своим самолетом врезаюсь в хвост противника. Пилот немецкого Хейнкеля 111 попытался остановить нашего летчика пулеметным огнем и даже серьезно ранил. Но Тололихин все-таки сумел сбить немецкую машину, направив в нее свой истребитель. После столкновения самолет Виктора перевернуло, но он смог выпрыгнуть из него с парашютом. Ни в чем не уступали защитникам и советские женщины. На равных с мужчинами отважно сражались женщины-летчики, женщины-танкисты и даже женщины-снайперы. Посмотрите, эта молодая женщина внушала врагам леденящий страх. О ее подвигах ходили легенды. Самая результативная женщина-снайпер – лейтенант Людмила Павличенко. На ее счету 309 уничтоженных фашистов. В дуэль с Павличенко вступали 36 подготовленных гитлеровских снайперов. Все они проиграли. Люда Павличенко хладнокровным стила фашистам за убитого жениха Леню, которого очень любила, за погибших товарищей, за свою исковерканную молодость. Я хочу сказать вам, что мы победим. Я хочу сказать, что нет такой силы, которая могла бы помешать победоносному маршу свободных народов мира. Мы должны объединиться. Как русский солдат я предлагаю вам, великим солдатам Америки, свою руку. Однажды на митинге в Чикаго Людмила Павличенко произнесла речь, благодаря которой ее надолго запомнили в США. Она сказала, джентльмены, мне 25. На фронте я уже успела уничтожить 309 фашистских захватчиков. Не кажется ли вам, джентльмены, что вы слишком долго прячетесь за моей спиной? Горит и кружится планета Над нашей родиною дым И значит нам нужна одна победа Одна на всех мы за ценой не постоим Одна на всех мы за ценой не постоим Но кто стоит за этим шабашем? Кто вкладывает деньги в учебники истории, в которых фальсификаторы уравняли жертву Советский Союз и захватчика, гитлеровскую Германию, напавшую на нашу страну? И на чьи деньги издаются псевдоисторические публикации, где советских солдат называют отнюдь не освободителями стран Восточной Европы, а оккупантами и насильниками? Посмотрите, этот человек американский миллиардер Джордж Сорос. Без его участия за последние четверть века не прошла ни одна цветная революция. В 90-е годы фонд Сороса активно работал в Новой России. Именно при финансовых вливаниях этого щедрого господина издавались школьные учебники по истории нашей страны. В те годы фонд Сороса чудесным образом сросся со структурами Министерства образования и Министерства культуры нашей страны. То есть вроде бы с виду это хорошая миссия по продвижению образования, но за этой хорошей этикеткой стоят настоящие планы. Возьмите, например, учебник Кредера, который активно продвигался Соросом на территории России, в котором, например, битве Ромеля в Африке уделялся целый параграф, а Сталинграду всего один абзац. Хотя именно Сталинград произвел коренной перелом в Великой Отечественной войне. В ноябре 2015 года Генпрокуратура России изобретила деятельность фонда Сороса в нашей стране. Теперь дядюшка Джордж не то что учебники, программки издавать не сможет. А вот в демократичной Европе любые санкции против американского миллиардера часто выливаются в массовые протесты на улицах. Посмотрите, в столице Венгрии десятки тысяч человек протестовали против угрозы закрытия частного Центральноевропейского университета, основанного миллиардером Сороса. По разным данным, на улице Будапешта вышло от 60 до 80 тысяч человек. Это была самая массовая манифестация за последние несколько лет. Пусть образование будет свободным, и мысли пусть будут свободными. Венгрия пусть будет свободной. Митингующие говорили на чистом английском о нарушении всевозможных свобод после того, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан принял закон, согласно которому университет Сороса больше не может работать на территории Венгрии, а потому должен быть закрыт. Кроме этого, Орбан заявил, что структуры американского миллиардера нагло вмешиваются во внутренние дела республики и через образовательные программы пытаются влиять на общественное мнение. За это премьер Венгрии и получил акции протеста у себя под окнами. Ни для кого не секрет, кем они были проплачены. Сорос, и не только Сорос, десятки, сотни, тысячи так называемых неправительственных организаций, которые существуют на гранты, получаемые от Соединенных Штатов Америки, от целого ряда европейских структур, и действуют в сфере образования по всему миру, их деятельность направлена именно на создание того пласта знаний, который утвердил бы, получившего этот пласт знаний молодого человека, убедил бы его в том, что лидер мирового исторического процесса Соединенные Штаты. Хотя, что уж говорить о Соросе, когда один из ярчайших представителей нации-победителей спонсировал фашистов. Вы не ослышались. Семейство Бушей спонсировало Гитлера. Правда, этот факт по понятным причинам усердно замалчивается. Американская администрация рассекретила архивные документы, в которых говорилось, что дед бывшего президента США Джорджа Буша-младшего, Прескот Буш, незадолго до начала Второй мировой войны, финансово поддерживал Адольфа Гитлер. Пуши, они из германских кровей, они германского происхождения, а немцы практически во всем мире, за исключением немцев Советского Союза, поддерживали политику Гитлера, поддерживали Гитлера как национального лидера и всячески содействовали тому, чтобы он реализовал свою программу, свою политику. Историческая ложь сегодня стала частью политики многих стран Запада. Чревата такая фальсификация трагическими последствиями для целых стран. Как было когда-то сказано, народ, забывший свою историю, обречен повторить ее вновь. Поклонимся великим тем годам, тем славным командирам и бойцам, и маршалам страны, И ядовым поклонимся, и мертвым, и живым, всем тем, которым забрать нельзя. Поклонимся, 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 друзья. Сегодня, в начале 21 века, Украина, Прибалтика, Грузия, другие бывшие республики Советского Союза строят свою государственность, исходя из самого дремучего национализма. Чтобы все либо русоволосые, либо чернобровные, чтобы только один язык, чтобы без инородцев и иноверцев, чтобы хороводы водить только в одну сторону и не упаси в другую. И все как один смотрят на Америку, думая, что национальная идея это идея одной национальности. Но ведь американец это не национальность. Как раз Соединенные Штаты это и есть государство огромного количества народов и культур. И никому не приходит в голову, почему США, отрицая идею воинствующего национализма для себя активно поддерживает ее для других. Может быть, здесь и скрывается самая коварная ловушка для бывших стран, проигравшего социализмом. А теперь информация для тех, кто интересуется историческими расследованиями. Недавно у нас вышла книга «Военные тайны 20 века». В ней малоизвестные факты, эксклюзивные документы и воспоминания участников и очевидцев в великой и драматической истории 20 века. Ищите в бумажном варианте или в интернет-магазине «Лабиринт». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова